Привет, друзья! С вами Наталья Смирнова, инвестиционный советник. И сегодня мы с моим гостем будем обсуждать инвестиции в микрозаймы. Ну, на самом деле, вполне логичная тема. Рынки на исторических максимумах, я говорю про акции, ставки, если мы говорим про Россию, пошли вверх еще в прошлом году, и теперь возникает разумная история. Есть рубли, есть желание заработать денег, нет желания терять эти деньги, и очень у многих есть желание это получить, ну, как бы гарантированно. При этом все видят, какая инфляция. Даже официально она около 9%, про неофициальную я даже молчу. В результате, если посмотреть на вклады, доходность, ну, на уровне официальной инфляции, если посмотреть на облигации, то у ФЗ доходность на уровне официальной инфляции, а залезать в какие-то более агрессивные, ну, например, не хочется. Акции, ну, ввиду понятных рисков, есть шансы, что получится минус. Поэтому будем сегодня говорить про, скажем так, инвестиции в высокодоходный долговой рынок. И, конечно, первое, что приходит на ум, это микрозаймы. Ну, и говорить мы будем сегодня о них с председателем Совета СРУ АМИР Эльманом Мехтиевым. Добрый день. Да, добрый день. Эльман, ну, давайте сначала для моих подписчиков проговорим, а что, в принципе, такое микрофинансовые организации, чем они занимаются, чем они отличаются, ну, условно говоря, от банков, в чем этот бизнес. Потому что, опять же, не все про это знают. Хочется вот прям четко это сформулировать. Слушайте, очень самый правильный вопрос задали. Чем они отличаются от банков? Но я все равно сначала начну с регулирования. Микрофинансовый бизнес в России существует официально с 2011 года, когда был принят, извините за жаргон, 151 федеральный закон о микрофинансовой организации. Действительно, изменения начались тогда, когда Банк России стал мегарегулятором. Если вы даже сейчас попытаетесь поискать статистику, то публичная статистика по всему рынку впервые появилась в 2014 году про 2013 год. То есть тогда, когда Банк России стал мегарегулятором и забрал себе этот рынок. За это время произошло огромное количество изменений. Регулирование фактически становится почти таким же, как для банков и в части защиты прав потребителей финансовых услуг, и в части резервирования, и в части того, что и сейчас будет макропруденциальные лимиты. Почти везде все одинаково. Нет, конечно же, есть, я это называю регуляторным неравенством в пользу банков. Несмотря на то, что депутаты и сенаторы говорят, есть арбитраж в пользу МФО. Когда я у них спрашиваю, где арбитраж, давайте посмотрим по нормам резервирования и по прочим вещам. Акации, есть арбитраж, но не в пользу микрофинансового, в пользу банков. Если, говорит Трэд, а теперь вот отвечая на ваш вопрос, который вызвал меня улыбку. Что такое микрофинансы по сравнению с банками? Не поверите. Но большинство людей, которые нормально относятся к финансовому бизнесу, считают, что микрофинансы это что-то такое не до банки. Вот прямо так, не до банки. А давайте перевернем по другому ситуацию, посмотрим, да, как профессиональный философ по образованию. Я всегда пытаюсь понять, почему этот вид бизнеса существует, куда он может развиваться, и если это маленькая ячейка, то как она развернется? Так вот, если есть банки, и в банках много видов деятельности, то микрофинансовая организация, где бы она ни была, у нас, стране, другая, это банк одного продукта. И этот один продукт, если брать самую маленькую микрофинансовую организацию, называется микрокредитная компания, они не имеют права выхода на публичный рынок, в смысле долгов, то это действительно всего лишь навсего выдача займов. Там не все отшлифовано, там есть, соответственно, некие сложности в регулировании. Дальше есть микрофинансовые компании. Микрофинансовая компания, минимальный капитал 70 миллионов рублей, и им уже разрешено привлекать средства физических лиц или в виде займов, но от полутора миллионов рублей, или, соответственно, выходить на рынок облигаций. Вот если кратко говорить о том, кто такие микрофинансы и чем они отличаются от банков, если говорить именно про микрофинансовую организацию, потому что есть еще кооперативы, сельхозки, кооперативы, ломбарды, то именно микрофинансовая организация – это банк одного продукта. Банк одного кредитного продукта. А люди зачем, в принципе, идут, сори за такой достаточно прямолинейный, может быть, даже тупой вопрос, зачем люди идут в микрофинансовые чтобы взять там взаймы ведь там же дороже чем банки очень хорошо спасибо большое но опять же исходим из того что было и во что превращается сейчас есть банк ему какого клиента физического лица выгоднее получить тому про которую можно высчитать его уровень платежеспособности и уменьшить риски возврат значит есть те кому он не будет выдавать да понятно у банков разный риск аппетит у акционеров банков но в любом случае есть люди которых или не было никогда кредитов и нет кредитной истории или у которых нет официальных доходов поэтому говоря по-английски извините классическое аудитория микрофинансирования везде в мире это то что называется он банк то есть те которые не охвачены банками или андер банк те которые не загружены банками но что происходит сейчас последние несколько лет си с развитием технологий появился новый сегмент не они не андер банк они не анбанк они клиенты банков но банки уступают в технологической гонке микрофинансов организации вы посмотрите большинство финтехов нет ни у них а у нас когда речь идет про финтех который сам занимается не платежами именно кредитами это микрофинансов это тот самый банк одного продукта в котором он лучше чем огромный банк и вот сейчас происходят изменения и появляется новой 3 сети по аудитории который любит технологические вещи а тем более я может быть немножко уйду в сторону свете того что происходило 20-21 человек на даче во что он вкладывается он вкладывается срочно в интернет потом в мебель чтобы сидеть за интернетом потом уже в ремонт да и вот локдаун ему надо доехать до банка чтобы срочно купить немножко денег на тоже получить немножко денег на ту же самую мебель он поедет нет если он четко знает что да здесь дороже но я могу эти 10 тысяч рублей занять легче проще да и технологически да да именно тогда быстро добро безопасно потому что я все равно их выплачу через некоторое время и мне не надо никуда ходить он это сделал вот так это и произошло происходит сейчас а в принципе если мы говорим про рынок микрофинансовых организаций то как он за последние 5-10 но как раз 10 лет уже можно сказать как он поменялся то есть вы видите ли вы какие-то серьезные изменения что учи участников стало меньше или вот стало больше все это диджитализации диджитализации по-разному это называют то есть какие-то основные тренды очень в суть вопрос немножко похвастаюсь срумир в октябре прошлого года опубликовала стратегию действий и я в лоб скажу что это наверное единственная стратегия не только рынка микрофинансовых но вообще рынков финансовых услуг для физических лиц где даже обозначены цели числом числе и количественным показателем то вот что произошло если вы посмотрите начало истории было был момент когда было четыре тысячи микрофинансовых организаций сейчас их я вот сегодня утром смотрел чуть меньше или чуть больше 1300 1300 массовые сокращения были тогда когда начались ограничения процентной ставки каждое снижение процентной ставки и так называемых иксов это когда не более чем столько-то коэффициентов от тела займа тела кредита ты можешь получить в общей сложности уход бизнеса и уходит и это все больше и больше видно те которые не влада не совы не готовы к технологическим изыскам новшествам инвестициям в технологии соответственно все больше и больше происходит консолидацию рынка но не в пользу государственных банков тут нету банков а в пользу крупных игроков которые или давно инвестируют в онлайн и только в онлайне существует или наоборот начали переходить одно из больших изменений было в том что одна из крупнейших компаний на рынке лет шесть назад они заявляли если посмотреть публичные их заявления только оффлайн теперь оффлайн это все еще кашкоу но такая школа которая которая нужна пока не подрастет теленок то есть вот два крупных изменения это жесткое регулирование сокращающее количество игроков которые должны соответствовать этому регулированию и суметь работать а для того чтобы работать они должны инвестировать в онлайн и в технологии и соответственно резкий рост онлайн и технологии который был в двадцатом году точнее вложений и выстрел этого в конце 20-21 год весь 20 конец 20-21 год это фактически парад компании которые вкладывали в онлайн выдачи придумает он не онлайн мы вам пришлем курьера который выдаст карту и вас с паспортом сфотографирует что есть в банкове что они называют онлайном и называется онлайн банк это онлайн когда ты заходишь с телефона ты никому не известен но с помощью определенных вещей и технологий ты получаешь займ до 15 тысяч рублей ментально ну то есть она пандемия способствовала вот этой самой дигитализации дигитализации этого по сути сектора особенно я бы даже более жестко сказал наш анализ показал что 2020 год это был первый идеальный шторм для инфо ну и чтобы было понятно то же самое что 2008 для розничных банков ну да понятно и те кто не поменял бизнес модель после 2008 года может быть они до сих пор существуют но костыли 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 в том числе даже в эти системы вы говорили о том что снижение ставки немножечко подкосило часть игроков они уходили сейчас ставка пошла в рост как это сказывается на бизнесе я говорил про ограничение максимальной процентной ставки были времена когда ставка не была ограничена и там она могла быть 4 процента доходе 5 процентов день сейчас максимальная процентная ставка в день ну то есть грубо говоря кредит стоимость кредита 1 процент день и максимально сколько можно получить заемщик, грубо говоря, заемщик взял 10 тысяч, ты можешь с него получить, включая, сколько он взял здесь, 25, то есть вот это полтора икса называется. Вышло государство с инициативой сократить до 0,8% ставки, максимальную процентную ставку по займу, и до 1,3, те самые иксы, коэффициенты или переплаты, так называемые. По моему разумению, скажем так, это произойдет 1 июля, сейчас пока законопроект не принят, и это будет некой такой точкой, которую треть рынка, возможно, не вытянет. Но это та треть рынка, которая, еще раз повторюсь, сидит в оффлайне только, которая маленькая или микро, и которая в основном не может, действительно не может, потому что нет инвестиций, нет компетенций, не было желания вовремя поменять бизнес-модель. Но если, например, они берут, ну, условный 1% денег, это весьма доходный бизнес, даже с учетом всех возможных рисков, поэтому если, например, мы говорим не про тех, кому нужны деньги, а про тех, у кого они есть, то как частный инвестор может вложиться в микрофинансовую организацию? Это прямой займ, это покупка облигаций, и какие здесь есть ограничения? Я знаю, что там полтора миллиона, полный есть ограничения. Очень точно. Есть ограничения, но давайте начнем не с УМ, не с форум. Есть ограничения. Вот, еще раз говорю, есть микрокредитные компании, сейчас их минимальный капитал 2 миллиона, с 1 июля будет 3 миллиона. Есть микрофинансовые компании, у которых 70 миллионов. Так вот только микрофинансовые компании имеют право привлекать средства не от своих учредителей и не от юридических лиц. Вот это важный момент. Поэтому если речь идет про частных инвесторов, то первое, они имеют, точнее так, с ними имеем право работать только микрофинансовые компании. Их, если я правильно помню, у нас сейчас 36 или 37. Само собой, они все под жестким контролем ЦБ, и их легко узнать, проверив реестр ЦБ. Это первое. Второе, они имеют право привлекать займы от этих физических лиц, суммы не менее полутора миллионов рублей по каждому договору. То есть не может быть дроблений, не может быть суммы, нет, ровно полтора миллиона. Почему? Потому что полтора миллиона, это больше, чем миллион четыреста, которые сейчас страхование государства. Чтобы четко у инвестора было понимание, что он в любом случае превышает ту сумму, которая государством гарантирована. Эти деньги не гарантированы. Микрофинансовые организации не состоят и не могут состоять в системе страхования вкладов. Когда меня спрашивают, очень часто, вот как лоббисты, профессионально банкиры, вот зачем нам столько проверпочек, и вы, подождите, вы хотите систему страхования вкладов государства? Да? Это ваша плата. Проденциальный надзор, это ваша плата. Вот тогда, когда нету системы страхования вкладов, где-то там, само собой, с одной стороны риск, и с другой стороны более высокая доходность. Ну, понятное уравнение. Вторая форма привлечения, которая возможна, это облигации. Биржевые облигации. Если я правильно помню, на данный момент обращения есть облигации от 8 имитентов. Ну, 8 компаний, имитенты, там, может быть, чуть-чуть разные юридические лица. По-моему, 19 выпусков. Да, 19 выпусков. И общая сумма того, что находится в обращении, я имею в виду тело, опять же, номинал, извините, в районе 10 миллиардов рублей. То есть это копейки, даже по сравнению с тем, сколько составляет общий объем займов, выданных всеми микрофинансовыми. Это чуть больше 300 миллиардов рублей. То есть это ничто. Поэтому, с одной стороны, у рынка есть спрос, с другой стороны, рынку надо дорасти, действительно, до того, чтобы это делать. Их всего 37, этих микрофинансовых компаний, 8 из них уже выпускают. Соответственно, да, будут еще выходить, да, есть компании, заявившие, что они пойдут на IPO, но, как говорится, это все ограничено и жестко контролировано. А вход в облигации тоже полтора? Нет. Или там... Там номинал тысячи. То есть здесь, в данном случае, можно либо полтора, но через займ, либо купить облигации, а там с ликвидностью все нормально, плюс-минусы. Ну, плюс-минус. Плюс-минус, да. Даже с ликвидностью был у нас случай такой в истории, правда, он был до того, как я пришел в микрофинансы, когда одна компания, выпустившая облигации первой, чуть ли не ямеря микрофинансовая, пошла к одну. И даже когда она уже была в проблемах, в облигации, понятно, что с большим-большим дисконтом, но торговались. Но все-таки торговались, да. Да, да, да. В чем разница между микрофинансовой организацией и краудлендингом? Потому что, вот если, например, берем физическое лицо, частный инвестор, деталей не знает, и хочет ложиться в высокодоходный долг. Ну, мы говорим, высокодоходные облигации, это мы сейчас не про кредит, а просто про компании, не самые крупные, это вариант. Вложиться в либо облигацию, либо в займ микрофинансовой организации, это вариант. И есть краудлендинг. Вот разница между краудлендингом и МФОшкой. Краудлендинг, давайте так. Речь же не идет о вложении в саму платформу. Я правильно вас понимаю? Нет, 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 конечно. Конечно, через нее мы вкладываемся в займы кому-то. Никто не может вам дать оценку того, во что вы вкладываетесь. Даже если краудлендинговая платформа говорит, что вот мы провели оценку, то-то-то, то-то, то-то, вы принимаете решение полностью на свой собственный страх и риск. В случае, если это микрофинансовая организация, есть требования, есть отчетность, есть надзор. Потому что это финансовый институт. Полноценный финансовый институт. В случае, если это платформа, да, за самой платформой есть надзор, да, хоть какой-то, но появилось в микрорегулировании. Но за их клиентами, которые через них занимают деньги, надзора никакого нет. И никто тут вас не сможет, да, как сказать, застраховать от того, что там или просто пустышка, или наоборот, вообще просто классическая финансовая пирамида, которая тем или иным образом повлекает деньги. Поэтому разница состоит в том, что микрофинансовые институты, профессиональные микрофинансовые компании, еще раз повторяюсь, реестр ЦБ, жесткий контроль, жесткое, так сказать, регулирование и надзор за обращением облигаций или в случае займов, вы не поверите, там столько документаций они сдают, отчетности. И достаточно, пускай так, те, которые выходят на рынок, достаточно много про них информации. Да, есть про весь рынок малая информация, реально очень малая информация. Но те, которые выходят на рынок, про них достаточно много информации. Но если, например, частный инвестор захочет инвестировать, то диверсификация вложений в МФО, ну, чтобы не получилось, что все деньги в кого-то одного, это только через облигации? Как я смотрела, фондов, которые инвестируют в микрофинансовые организации, нет. Вот это, кстати, вы знаете, я как-то, инвестиция же не моя сфера, да, честно, Наталья, вы знаете, так сказать, моя сфера немножко другая. И я тут недавно обнаружил для себя вопрос, а почему нету этих пифов? Вот и я не понимаю, почему их нет. Да, да, да. И я задал себе вопрос, задал участникам рынка, пошел по инвестиционным компаниям. И вы знаете, если сложить все вместе, мне кажется, что ответ очень простой. очень мало информации про рынок, а тем более про тех, которые, из которых можно было составлять этот пиф. Да, я могу вот реально считанные единицы, да, двух рук много будет, чтобы сказать, что investment relations в этой компании поставлен правильно. Считанные единицы присылают отчетов, да, там мы там выпустили, выдали столько-то займов, вот наше место. И самое неприятное, никто же не знает оперативно долю этой компании на рынке, в сравнении с ее, да, потому что у многих РСБУ, и когда ты сравнишь РСБУ, там есть несколько инвестиционных, отчетов инвестиционных аналитиков, и там какие-то такие, знаете, вот там возвратная доходность там трехзначная. И я говорю, стоп, я начинаю копаться, ну, имею, так сказать, доступ к информации, это РСБУ. И там, вы сами понимаете, можно накрутить все, что угодно, и доходность будет не двузначная, а трехзначная. Креативная бухгалтерия, да. Ну, разрешенное государством. Так что, да, очень хороший вопрос. Я очень надеюсь, что ПИФы или что-то такого рода будет. Но это понятно, что когда всего 8 игроков на рынке, вряд ли нужен ПИФ. Ну, с другой стороны, у нас есть на нашем российском рынке фонд, который инвестирует, по-моему, всего в 7 эмитентов Казахстана. Это ИТФ на Казахстан. И там внутри, боюсь ошибиться, но там что-то типа 7. Ну, короче, вот точно могу сказать, что пальцев моих двух рук хватит. Это все, что там есть. Слушайте, а почему инвестиционные советники, да, так правильно, почему инвестиционные советники не могут создавать ИТФ и ими там управлять? Я какой-то бред сейчас сказал. Ну, формально ИТФ там нужна УКашка, управляющая компания. Но, условно говоря, предложить инвестиционную идею и прийти к какой-то управляющей компании и быть каким-то связующим звеной, инвестиционный советник, конечно, может. То есть быть каким-то там вторым, ну, или второй там Кэти Вуд кому-то там вполне себе можно. Просто можно создать фонд, но им управлять физически будет УКашка, управляющая компания, соответствующая лицензией. Если это в России, то это, соответственно, будет БПИФ. Если это за рубежом, то это будет ИТФ. Ну, и еще надо будет смотреть, чтобы он был допущен сюда, в Россию. Но факт остается фактом. Просто подумайте на эту тему. Ведь такие... Что мы должны сделать для этого? Я думаю, что надо просто пообщаться с управляющими компаниями. Может быть, сделать какой-нибудь фонд высокодоходного долга. И там сделать ВДОшки, высокодоходные облигации. И туда же, например, включать еще что-то с микрофинансовыми организациями. Ну, то есть вот такой вот микс всего высокодоходного долгового. Возможно, одним МФОшкой там не будет достаточно. Но вот высокодоходный долг, вот в целом, как класс активов, вполне себе на нашем рынке инструментов может хватить. Я считаю, что это будет интересно. Я знаю, как из восьми сделать десять. Надо еще две компании коллекторские добавить. И будет вот так. Десять имитентов есть уже, точно. Поэтому я бы, честно говоря, считала, что это было бы интересно. А вот если мы говорим про инвестиции, вот такой высокодоходный долг, то, ну, понятно, что не консерваторам, но, допустим, тем, кто готов к риску, умеренным или даже умеренно-агрессивным, вы бы, ну, понятно, что не советовали, но говорили бы не более какого процента от портфеля размещать вот в подобный высокодоходный долг. Слушайте, никогда не задумывался, но где-то я читал общее правило, что никогда больше десяти процентов не вкладываю в высокодоходные облигации. Я бы сказал бы так. Для меня лично, я только в свое личное мнение скажу, этот сегмент, что микрофинансы, что коллекторы закрытся и с конфликтом интересов. Но зная этот рынок, я бы сказал бы, да, вкладывать, не бойтесь. Он гораздо более жестко регулируем, чем юридические лица производственных. Он реально гораздо более жестко регулируем, но не кладите все яйца в одну корзину. Это не должно быть все, что вы накопили в жизни. Может быть, даже четверть это много. Поэтому я бы сказал бы так. Наверное, между 10 и 20 процентами вашего портфеля было бы, да, вам интересно вкладывать высокодоходные облигации и проверяйте. Но если вы не готовы на облигации и хотите там сразу и быстро, то напомню, что займы, есть на рынке займы микрофинансовых компаний от трех месяцев до 12. То есть даже не шесть месяцев, а три месяца, да, короче. И эти займы сейчас в районе, по-моему, от 11 до 13 процентов. До НДФЛ. Нормально. Ну, в прошлом году они были аж до 16. После того, как ставка пошла вверх, они пошли вниз. Эффектно избыточной ликвидности на рынке. Понятно. А как выбрать МФО? Ведь, во-первых, я встречаю сама достаточно большое количество мошеннических организаций, которые мимикрируют либо под МФО, либо под КПК. И если есть какая-то МФО, то как выбрать ту, которая достаточно надежна? Как ее... Если можно, какой-нибудь алгоритм. Куда идти, что проверять? Пункт первый. Не просто МФО, это должно быть МФК. Пункт второй. Проверяйте информацию на сайте Центрального банка. Пункт третий. Есть огромное, ну не огромное, а достаточное количество формах, на которые есть отзывы про микрофинансовую организацию в части инвестиций в них. Ну и надо называть вещи своими именами, да. Мошенничество очень развито с именем микрофинансовой организации, но это больше мошенничество при работе с физическими лицами, не инвесторами. При работе с физическими лицами, инвесторами, ну я скажем так, помню, два или три случая за прошлый год, когда нам, как саморегулирующие организации, приходилось смешиваться и просить помощи ЦБ или даже следственных органов, потому что там было действительно фейковые попытки, так сказать, перевода инвесторов с одной МФК на несуществующие МФК. Но эти случаи очень быстро вылезают, потому что сообщество маленькое, сообщество следит за собой, сообщество не заинтересовано в этих рисках, поэтому я бы не сказал бы, что рисков нету, но если жестко следить, МФК на сайте ЦБ, в саморегулируемой организации, в конце концов, можно просто посмотреть, что на рынке творится, да, я имею в виду, форумы и прочее, прочее, то вы увидите. По микрофинансовым компаниям, даже по займам, я еще раз повторяюсь, в истории было ситы на единицы случаев невозврата. Именно по займам даже, которые больше полутора миллиона. По облигациям был только, если я правильно помню, один случай, когда компания пошла ко дну, но это было уже 4 года назад. С той поры за микрофинансовым компаниям очень жесткий контроль в этой сфере. То есть не просто контроль как за токсичным, да, инфо, но еще и контроль как за теми, кто привлекает средства физических лиц. Ну, друзья, я вам ссылочку, где проверять, компанию скину. Она на сайте ЦБ, все официально, это все чинно, благородно. И в описании к этому ролику вы сможете эту ссылочку посмотреть. И, пожалуйста, перед тем, как куда-либо что-либо инвестируют, проверяйте, что компания легальная. Это, наверное, самое основное, а не отправляйте деньги на деревню дедушки. Это вообще по жизни пригодится. Вот эта ссылочка, она, в принципе, весьма и весьма полезная. А какая, напоследок, сейчас, средняя доходность, если мы говорим про инвестиции в займы МФО на год, например? На год есть, я посмотрел, по-моему, на прошлой неделе, по-моему, если взять среднеарифметическое, где-то 11,75, ну, под 12% до НДФЛ, потому что за МФО, соответственно, есть НДФЛ. Я бы сказал бы так, за этим надо оперативно следить, потому что, повторяю, в прошлом году были даже под 16,5% годовых, при том, действительно надежные, да, они все нормальные, но это были бы компания, которые просто-напросто начинали новый проект, поэтому нужно быть под более высокие ставки. По облигациям сейчас, по-моему, купон от 12 до 16. Есть несколько компаний, которые собираются выходить на рынок, я пока не знаю, что они заявят, и я знаю, что есть точно две компании, которые объявили о планах на IPO. Если посмотреть, разбег между облигациями и займами не очень большой, то есть, грубо говоря, те же самые 16, да, это максимально, сколько было по купонам. Самые нижние 12, это почти то же самое, что сейчас есть. Сейчас чуть-чуть припали ставки по займам, но еще раз повторюсь, это не потому, что плохо в отрасли, а наоборот, потому что избыток ликвидности на рынке, соответственно, можно уменьшить цену. Не, если было бы плохо, было бы наоборот. Ну, знаете, когда в апреле 20-го года, ну, у меня есть доступ к такой информации, возникла ситуация, что все были в панике, будет ликвидность или нет, мы пошли говорить с рынком, и вы не поверите, наоборот, банки пришли и стали вкладывать в сектор. То есть, ну, могу сказать так, да, во втором квартале, третьем квартале 20-го года физики чуть-чуть меньше, то есть, не было тока, вот прямо рассказываю, не было тока. Физики прямо вот так вот, чуть-чуть-чуть-чуть кривая начала падать по объему, не по количеству, по объему, и прямо, вот, прямо, как сказать, обратно пошли росты банков. Понятно. Потому что, еще раз повторюсь, да, банки всегда так смотрят, о чем вы там занимаетесь, но именно в ситуации, когда некуда было вкладывать банки, наоборот, пошли вкладывать в МФО и даже по более низким ставкам, чем можно было привлекать все физические клиенты. Поэтому сектор жив, сектор будет жить, сектор выигрывает от того, что сейчас происходит, сектор очень быстро меняется, потому что, когда ты банк одного продукта, ты можешь этот продукт быстро менять. Это правда, да. Да, да, да. Но понятно, что есть риски. Я имею в виду самого сектора, а не у тех, кто в него вкладывает. Тех, кто в него вкладывает, я бы сказал бы так, не более, чем в остальные более-менее контролируемые инструменты. Ну что же, тогда получается, что инструмент легитимный, это то, что мне хотелось показать. И, ну, в общем-то, если инвестировать в аббригации микрофинансовых организаций, то получается, что пора входа будет весьма комфортным. Нет необходимости сразу выкладывать полтора миллиона. Но если хочется напрямую займ, ну, понятно, тут против закона не попрешь. В любом случае, надо смотреть широко на все доступные финансовые инструменты и не ставить клеймо плохо-хорошо до того, как вы детально изучили регулирование, риски участников, собственно, этого сегмента и так далее. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, если вы хотите быть в курсе всех ключевых инструментов. Ну, а вам, Альман, большое спасибо за ваше время. Вы, как всегда, прекрасные спикеры, очень грамотно и просто, простым, доступным языком объясняете весьма сложные вещи. Поэтому за это второе спасибо. Вам спасибо, что нашли возможность. Спасибо. 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 Спасибо.